Девушки отдыхают Целая неделя в лагере молодости Доброе утро А где это? Не знаю, кажется где-то у реки, где зелень Я завидую, почему не купил мне? Не переживай Дочка, ты драгоценность фикри и шукрана либол Плод любви Если даже устала Переживаешь и чувствуешь, что больше невыносимо Все равно будешь бежать к любви Я голодный? Поставьте чаю Так, встань с моего места Уселась Посмотрите на нее Налейте мне чаю Ну как ты, невестка? Доброе утро Оно не доброе Исмо, буди барыша Будем пить чай Просыпайся, брат барыш Вставай Я проснулся Боже, какой же ты тяжелый, а? Как ты вырос Иди ко мне Доброе утро Доброе Микробы Давайте в школу И ты тоже, блондин Вперед Брат барыш, спасибо за подарок Не за что То же самое, брат барыш Было отлично Мы с тобой еще будем соревноваться Чичек Может быть и нам пойти? Я звоню Мансуру Он не отвечает Вдруг придет в ателье Мы позоримся Конечно У страха глаза велики Пойдем встретимся Я пойду с вами Пойдемте Пойдемте Со стола уберешь, ладно Хорошо Папа, пойдем и мы Ты до сих пор ешь? Сколько можно? Довольно Да сиди ты Не капай мне на мозги Дай спокойно поесть Всегда так делайте Доброе утро Доброе утро Доброе утро Вперед, дорога длинная Мне и так тошно Я подвезу вас, а потом пойду Да нет Сами дойдем до ателье Там встретимся Хорошо Не переживай, ладно? Алло, Нихаль Ты не занята? Нужно поговорить Хорошо Я дома У меня выходной Хорошо Я еду Сынок Папа едет Ура Можно и мне сок Когда папа явится Расскажет тебе о том, что мы расстаемся А что ответишь ты? Я скажу Хорошо Молодец Мы согласимся Потому что мама Вернет папу домой Мы с тобой стали хорошей командой, сынок Молодец Моему умному сыну Продолжай в том же духе С прошедшим Спасибо И вас Всех с прошедшим Недели труда впустую Не так ли? Давайте хотя бы окно не будем делать Люди придут и поймут, что мы не виноваты Я с утра звоню Мансуру Он не отвечает Добро пожаловать С добром пожаловал Я сберу костюмы Мне нужно спеть на самолет Мы пытались связаться с Мансуром Но до сих пор не вышло Мы не можем отдать заказы В смысле не можете? Вы говорили, что товар готов? Мы поэтому все запланировали Да, был готов Но все костюмы украли Вчера ночью А полиция? Минуту, минуту Вы что, издеваетесь? Что вы говорите, мужчина? Вы не видите дверь? Зачем нам шутить? Посмотрите, в ателье пусто Какое мне дело? Беретесь за работу? Вы не должны терять доверие тогда Скоро самолет, что мне делать? Ты чего голос поднимаешь? А, боже мой Мы что, развлекаемся, что ли? Попросили их украсть? Наши труды ушли впустую Как я могу быть уверенным в этом? А мы что, не люди? Мансур знает нас Откуда ему знать? Он ведь директор Расскажите ему о своих проблемах Я пытаюсь объяснить С утра звоню, не поднимай трубку Потому что он за границей Вы думаете, он добряк? Не придали значения, да? В плане работы он требователен Вы не видели его настоящего лица Он даже ребенка своего не простит Но мы не виноваты Дайте неделю Мы сошьем еще Что же теперь делать, Ферис? Ничего Начнем с того, что у нас есть Но материалов не хватает Что поделать? Времени у нас нет Пусть хотя бы увидит наши старания Вперед Пойди Пойди Итак Мы понимаем, что идем по пути По которому нет обратной дороги Но нужно думать о сыне Поэтому я думаю, что Лучше сесть и все ему объяснить Так разумно? Да, так разумно Ну а что лучше? Чтобы он видел ссорящуюся пару? Или разумных родителей? Это самое верное решение А не твои глупые действия Ладно, Нихаль Ты собираешься ему солить эту тему? Ты раздражаешь меня этим Я объясню Савашу всю ситуацию Я уверен Он поступит разумнее тебя Папочка, ты пришел? Пришел, мой родной Давай поговорим наверху По-мужски, ладно? Хорошо Ты супер Пойдем, мой любимый Уже ничего не поделаешь, Селин Они сами заварили эту кашу Больше не вмешивайся Не распинайся ради этой девушки Прошу тебя Она не стоит этого Я не распинаюсь Я в порядке Ты в порядке? Вместо того, чтобы заниматься делом Ты мысленно в плавании по Черному морю Звонит Мансур Господин Мансур Я прошу вас, успокойтесь Когда сообщили эту новость, я был рядом Они не виноваты Это было ограбление Разве можно так? Я ручаюсь Я прошу вас, успокойтесь Я разузнаю, что можно сделать А позже перезвоню вам Хорошо, до встречи Ну, что говорит? Фелис не отдала заказ Он желает подать в суд Более того, я поручитель Если не заведу дело Контракт будет разорван Ну и что? Заводи дело, брат Ты что, с ума сошел? Это не стоит того ради этой девушки Если потеряем Мансура Вместе с ним потеряем шесть офисов Нам будет конец Брат, ты куда это? К Фелис Я пойму по ее поведению, что мне делать Что за Фелис такая, а? У меня будет два дома? Да, будет два дома Один там, где буду жить я А другой там, где живет мама Почему? Мы решили жить раздельно Но будем твоими родителями Просто не будем супругами Это наш выбор, вот и все А кем вы будете? Хорошими друзьями У которых есть любимый ребенок Хорошо? Хорошо Великолепно Если тебе интересно что-нибудь, спрашивай Не держи в себе Спроси все, что интересует тебя Когда пойдем к тебе домой? Не знаю Об этом поговорим с твоей мамой Если позволить, то пойдем Хорошо? Хорошо Супер Иди ко мне, я тебя обниму Попрощаемся Какой ты сильный Ты задушишь меня Я хочу писать Писать? Ну беги Только не быстро Ну вот и все Я размещусь И сберу Саваша к себе Хорошо? Знаешь А мне жаль тебя Недостаток во всех смыслах Плюс ко всему Оставляй мать ребенка Бежишь к деревенской девчонке Я прошу, замолчи Не говори плохое, Афилис Спрошу тебя А что? Она что, не деревенская простушка? Ты думаешь, с Селимом Они спали отдельно, как и мы с тобой? Нихаль, приди в себя Следи за языком Заберите девушек Пускай работают дома Сколько смогут Хорошо Пойдем купим материалы Хотя бы на то, что есть Хотя бы в долг Хорошо Легкой работы Будьте осторожны Я позвоню Селину А что скажешь ему? Нужно позвонить Все-таки человечность Извинишься, да? Извиниться не так ли? Они все узнали ужасно И он, и Нихаль Нужно извиниться И все документы ведь у него Нужно позаботиться и о них Иначе все будет плохо Ты говорила, что Мансур Селима Как так вышло? Легкой работы Селим? А я хотела позвонить тебе Не знаю, что говорить, кроме извинений Давай расторгнем договор Право на ведение дел, которых принадлежит тебе Если нужно что-то подписать Я пришел, чтобы об этом поговорить Мансур давит на меня Требует подать в суд Что? Будем платить деньги? Но у нас их нет В договоре четко прописано это Я тоже говорил вам об этом Причина всему этому не мы Люди зарабатывают здесь на хлеб Какая компенсация? Ты что здесь делаешь, а? Барыш, все в порядке Барыш Не ссорьтесь, спокойно Ну что? Показал свое истинное лицо, ведь так? Барыш, ради бога Ты что несешь, а? Лицемер здесь ты, а не я Ладно Слушай сюда Не крутись возле нее, понятно? И даже имя не произноси ее Ты разрушил ее жизнь Ты не смог вынести того, что она со мной Вот и все Запудрил ей мозги Ты женат, но одурачил ее Украл ее у меня Ты что, больной? Вылечить тебя, да? Ты больной? Барыш, минутку Ты что несешь, Селим? Ты что говоришь? Я с самого начала любила его Я от тебя не скрывала этого Значит так? Что так? Я не скрывала от тебя? Верно, не скрывала Но ты была со мной И пока мы были вместе, ты целовалась с ним Подбирай выражение Ты слышишь, что говоришь, а? Уходи отсюда А документы, которые нужны, отправь, я подпишу Хорошо? Уходи отсюда Какой же я глупый Я думал, ты была искренна со мной, Ферис Но эти методы были, чтобы завражить мужчин Вот и все Не неси бред Уходи отсюда, пошел вон Ты решил открыть дело, ведь так? Открывай, но проваливай отсюда, давай Хорошо Мы еще увидимся с вами Делай, что хочешь, маньяк Не бери на себя многое, хорошо? Да что он несет, а? Нихаль, это я Если предложение все еще в силе, я согласен Да Я буду вашим адвокатом Я рада, что вы увидели лицо Фелис Господин Селим Давайте встретимся, не будем терять времени Я в офис, встретимся там Хорошо Посмотрите на него, а? Горе от Бога Что за компенсация? О чем он говорит? Что ты сделала? О чем ты? В чем дело? Ты злишь его, говоря, чтобы он открывал дело Компенсации и так далее Мы не справимся с этим У нас нет таких проблем Я тебе говорила об этом? Я что, одна работаю здесь? Здесь полно женщин Почему ты лезешь в это дело? Что? Не лезь в мое дело Хорошо Пойдем в парк, Фелис Поговорим с тобой Фелис Не время на него злиться Мы обанкротились Нам конец Нет, нет конца Мы не будем сдаваться, понятно? Мы зарабатываем здесь на хлеб Если будет нужно Я буду ходить со списком по дворам И искать клиентов, хорошо? Мы все решим Но сдаваться не будем Ты молодец Так держать Ладно, у меня дела Решу и вернусь Хорошо А Мансур и Селим Оказались невоспитанными И Парыш тоже невоспитанный Господи, боже мой Ладно, не падаем духом Я скоро вернусь Ну и что ты делаешь, а? Не лезь в мои дела, Фелис Твой бывший говорит мне гадости А я должен молчать? Ладно, дело не в бывшем Дело касается работы Работа, говоришь? Ты уверена, другого нет? Ты что несешь, а? Я ничего не говорю Какие у вас были отношения? Какой стиль общения? Я ничего об этом не знаю Какой стиль, а? Ну-ка, рассказывай Что ты имеешь в виду? Говори открыто Ничего не имею в виду Ты без причины защищаешь его Я не могу этого понять Мне кажется, это странно Вот и все Защищаю? Это моя работа Мы были партнерами И, конечно, между нами есть связь А с тобой что? Не лезь в мои дела Пока тебя не было, я многому научилась Для меня важна моя работа Для моих братьев, сестры И для меня Чтобы пока тебя не было Мы стояли на ногах Фелис, я перед тобой извинился Не так ли? Я обещал, я исправлюсь Я тебе все объяснил Я прошу тебя Не ты Так делает жизнь Жизнь подкидывает проблем Кто знает Ты не доверяешь мне Но я понимаю, проблем нет Ты не доверяешь, и это нормально Ты права Нам нужно время Если хочешь завоевать мое доверие Уважай мою работу Я уважаю Фелис Я горжусь тобой Тогда веди себя правильно Не кричай компенсации И не говори, что все, платишь Понятно? Хорошо Больше не буду Ты со вашим поговорил? Я переживаю за него Не могу забыть его плачущее лицо Поговорил Я все ему объяснил Он понимает, что будем жить в разных домах Спокойно принял все Милый мой И даже не расстроился? Я же говорю, все хорошо Я поговорил и с Нихалей о разводе Ну и что говорит? А что ей говорить? Восприняла все, как я и думал Она еще не приварила все это Не так легко Но и она права Будут проблемы, не так ли? Не знаю Может быть успокоится Поэтому я пришел к тебе все тебе объяснить Решил поговорить, посоветоваться Но ты мне сразу закрыла рот В чем дело? Ты обиделся? Закончились любовные письма? Когда смотришь так, не закончились Ты смотри на меня А я стану и воином, и мир завоюю Я сделаю все Как же ты меня разозлила Молчи Ты становишься плохим Он меня злит, поэтому Ну да ладно Я подала в суд На Саваша На деление имущества У него ничего не останется, кроме зарплаты Даже его собственные деньги Именно так Останется с пятью копейками Я хочу увидеть ваши действия Хорошо У Мансура был только один клиент Поэтому из-за того, что товар не предоставили Он подаст в суд Я не буду мешать В ателье все конфискуют Она взяла деньги из банка для того, чтобы оплачивать школу детей У нее просрочка Можем действовать с помощью банка Дела у Фелис идут плохо Поможет ли ей принц на белом коне С пустым карманом Ты думаешь, что нищета сможет их разлучить? По крайней мере, потреплет нервы Это я точно знаю Человек, когда расстроен, срывается на самых близких Да и у меня есть большие планы на то, чтобы их разлучить Брат Открой дверь, брат Брат, ты где? Ну же Открой дверь, брат Ну же Что тебе нужно с утра пораньше, а? Рахмет В чем дело? Что с тобой? На пользу хвостецкой жизни тебе не пошла Зачем явился? В чем дело? Ты стал папой? В чем дело? Расскажи Я влюбился Что поделать? Сначала была долго рядом А потом оставила меня и ушла Точнее, я ушел Но почему? Она просто развлекалась, вот и все Я знал, что так и будет Что я только не делал Как я не бегал от нее Но и бег не спас меня, брат Мы уже увидели сестру Причем здесь она? Она опять с Барышем Как это? Барыш женился, чтобы его жена вытащила Фелис из тюрьмы Но я же говорил вам Здесь что-то нечистое Вот увидели Ну и хорошо Пусть разводится и женится на ней Как это? Брат, из-за Барыши она многое пережила? Ну и ладно Хорошо Оставьте вы все это Будь что будет Мы незачем уже не успеваем Ну а что будешь делать ты? Ты вернешься или нет? Куда мне возвращаться? Ты не видишь меня? Как я посмотрю сестре в глаза, а? Тогда не будь таким, брат Кто просит тебя быть таким, а? Я скажу тебе Уже хуже некуда Если хочешь ее счастливить Тогда учись, брат Ей кроме тебя больше ничего не нужно И не связывайся с той блондинкой Она может и убить Она и так уже убила меня Ладно, посмотрим Как-нибудь решим Ступай домой Я соберусь и приду Хорошо? Ладно На здоровье, господин Конечно будет А этой пиранья Теща Передавай привет Ну давай Я заболучила дорогую машину Я сразу же ее продам Папа Давай повозим, пока бензин есть Я на такой машине в жизни не каталась Ну конечно Вперед Для начала пристегнем ремни безопасности Ну что, полетим Чертенок Эта машина будет продана Ты поцарапаешь ее Ты поцарапаешь ее Ты поцарапаешь ее Мне так легко Нам такая машина только может сниться И то, если приснится Если бы могли ее оставить Поехали, припаркуемся у дома А потом будем пользоваться на здоровье А на поморке будут расти цветы Так, не трогай Для того, чтобы ее заправлять Нужно не трудиться А наследство целое нужно Ну что ж, давай найдем Как мы получили эту машину, а? Потому что женился на богатенькой Тогда женись еще раз Ну конечно Везде ведь богатые женщины ходят Ходят Но чтобы решить, нужна проблема Какая проблема была у Мелек? Она была больна Больна Чертенок Кругом полно богатых женщин С кучей проблем А где же я встретил Мелека? Откуда мне знать? Меня тогда не было Куда же ходят с проблемами, а? Подумай головой Дай очки Дай С богатой машиной В богатую больницу Для поисков богатого наследства Вот это мой свекр А это моя невестка Продолжение следует... Ну что, вечером пойдем на концерт? Ты мне надоел уже. Не крутись возле меня. Проваливай. Ну и ладно. Делай, что хочешь. Если ты не хотела его, зачем позвала? Человек не всегда находит хорошее. Не так ли долго? Ты был хорошим, правда? Почему же я от тебя ушла? Довольно, Денис. Хотя бы уважай его чувства. Я развлекаюсь. Что здесь такого? Ты слишком серьезна к таким вещам. Распоздоровавшись, думаете, что влюбились? Я не буду себя портить с этим настроением. Вы ноете, а потом забываете. Ты очень жестокая. Оставь все это. Давайте вечером повеселимся. Что скажете? Будет крутая вечеринка. Нам это необходимо. Что скажете? Я позвоню Мелис. Хорошо? Это разве не Рахмед? Зачем он пришел, а? Он разве не ушел с работы? Значит, ты тот гений, который решил ту задачу. Вы поняли по одной задаче, что я гений? Может быть, мне повезло? По способу решения. Есть черты гения. Ты пользовался своим способом. Я не знаю ваших способов решения, поэтому я всего лишь окончил лицей. Все, что я видел в учебниках. И немного добавил своего. Учение заключается в умении думать, Рахмед. Если хочешь что-либо открыть, придется быть невоспитанным. И мы с тобой будем изобретать. Хорошо. Отлично. Давайте. Но мне деньги тоже нужны. Я не могу тратить свои дни на развлечения подобного рода. Мы поговорим с тобой о том, как ты будешь развлекаться. Для начала работай. Я поговорил о тебе. Ты будешь временным студентом. Будешь моим ассистентом. У тебя будет зарплата. Хорошо. Вот, смотри. Это список предметов, которые ты будешь посещать. Сегодня я устрою контрольную работу в группе Б. Проследишь за ними. Садись куда-нибудь. Я начинаю сейчас? Ты уже начал? На столе есть вопросы к работе. Увеличишь их, исходя из уровня группы. Что ты делаешь на предмете логики, Денис? Один, два, три. Ну же, чего вы? Не получается, Фико. Давай не будем усложнять. Запястья болят, Фико. Не плакайте, как мальчики. Я вам доверяю. Ты нагружаешь их, они не могут. Оставь в покое их. Нет, мы справимся. Просто вечером я лег поздно спать. Немного из-за этого. Все поэтому. Посмотри на них. Играет в обезьян. Эй, что вы несете? По делам ступайте, понятно? А что сделаешь, Фико? Кинешь бумажку в меня? Я так испугался. Ты что несешь, а? С вами ты что? Ступайте по делам. Как ты его толкаешься, а? Это ты толкаешься. Так, ребята. В чем дело? Разойдитесь быстро. Сынок. Разойдитесь. Разойдитесь. Да что это с вами? Что вы не поделили? Учитель, это они полезли к нам. А он ударил его. Он меня за волосы взял. Ладно, довольно. Раз нарушаете правила, понесете наказание, понятно? Все в кабинет, быстро. Фелис, может сшить свадебное платье? В конце концов, каждая молодая девушка в этом нуждается. Ну да, она права. И плата высокая. Не знаю, для этого нужен опыт. Нужно, чтобы люди доверяли нам. Это долгая работа. Вместо того, чтобы заниматься этим, лучше искать оптовиков. Дадут крупную работу. И посмотрим. Ты сможешь. Ты набрала клиентов в прачечную. Слушаю вас. Фелис или Бол? Это я. Прошу, подпишитесь здесь. Что это, Фелис? Что это, Фелис? Это предупреждение. Почему? Из банка отправили. Кредит. Не знаю, его нужно оплатить. Если этого не сделают, то заведут дело. Что? Еще же месяца не прошло. Мы должны оплатить. Но странно, здесь нет процентов. Я не знаю. Нужно спросить у барыша. Время растет. Мало времени дают. Человек господина Мансура. В чем дело? Поняли, что были несправедливы? Пришли дать нам времени? В чем дело? Мансур хочет обратный аванс, который дал вам на материалы. А можно хотя бы по одному, а? Как мы выплатим, а? Вы вообще думаете об этом? Не знаю. Либо возвращаете, либо заведем дело. И получим с процентами. Выходите отсюда. Проваливайте. Обнаглели совсем. А ты передай ему, что мы уйдем в убыток, но деньги вернем. Пусть не переживает, понятно? Его деньги важнее нашего труда. Ты что несешь, а при чем здесь это? Мы очень долго трудились. Ты хоть знаешь об этом? А кто заплатит нам, а? А нам кому счета отправить? Вам или грабителю? Об этом думай сама. Так, не неси бред. Я тебя врежу. В чем дело, Фелис? А ты не лезь. Дай сюда. Сколько? Мы все вернем, понятно? И передай жирному директору, который каждый день питается шашлыками, что в этом мире не все решается документально. Он должен научиться не обвинять невинных людей. Понятно? Проваливай. В чем дело, Фелис? Мансур хочет аванс и деньги, которые дал нам на материалы. Ты что говоришь? Нет, вот бессовестно, а? Посмотрите на это. Документы отправляют. Давай оплатим и положим конец. Еще и сюда явились, бессовестные. Барыш, я спрошу о другом. Я брала кредит в банке, чтобы оплачивать обучение детей. Мне отправили предупреждение. Плюс ко всему еще и это. Я понял, хорошо. Не переживай. Принеси счета ко мне, ладно? Посмотрим, что там. Оплатим, чтобы не болтали попусту. Я не хочу от тебя денег. Ты можешь поговорить с банком или нет? Нет, нельзя. Время тянуть нельзя. В этом нет необходимости. Я все оплачу, а ты вернешь. Какая разница, банку или мне? Из школы звонят. Господи, прошу, пусть ничего не будет. Слушаю. Что? Что? Передайте им. Пусть ищут щель, где спрятаться. Понятно? Я уже еду. Что? И койки раз отстранили от школы. Вот тупицы. Да что произошло опять? Погоди, я пойду с тобой. Нет, реши проблему с банком. Я убью их. Беда. Вот такая она. Не приходит одна. Все наваливается друг на друга. Нет, ты видела это? Послушай, найдем такую, которая скоро покинет этот мир. Хорошо? Я понимаю их очень хорошо. Я им как бальзам на душу. Придаю надежды. Да, ты прав. Нужно найти ту, которая ближе к смерти, чтобы получить ее деньги. Какая ты жадная. Медсестра, послушайте. А где те, кто на ласке от жизни, а? Мы из фонда «Ангел». Да-да, мы ангелы. Мы беседуем с больными, разговариваем, которые скоро покинут этот мир. Поддерживаем их. У нас есть всякие услуги, как вы понимаете. Да-да, мы ангелы. Целый день ходим по больницам, прислуживая тем, кто на последнем дыхании. Помогаем им. Пытаемся уменьшить их страдания. Нам очень грустно. Я знаю такие фонды. Как называется ваш? Ангел. Нашей целью является вселение надежды в сердца людей. Душа. Да, лечение душевных ран. Наполнение их хорошими воспоминаниями. Да-да, наполнение хорошими воспоминаниями. Да. Прекрасно. Здесь все пожилые люди и все тяжело больны. Правда? Начните с шестой палаты, где лежит госпожа София. София? Она узнала, что ей осталось жить месяц. Очень сильно страдает. Бедняжка. А у этой госпожи есть муж или дети? Если замужем, то не подойдет. Да-да, не подойдет. Если замужем, если есть дети, то они так позаботятся о ней. Ведь так? Нам нужны одинокие, у которых никого нет, чтобы поговорить с ними. Да, вы правы. Ее муж погиб в раннем возрасте, и никого нет. Ну хорошо, пойдемте навестим ее. Большое спасибо. С тобой не прощаемся, хорошо? С прошедшим. С прошедшим. С прошедшим. Так, это не она. Пойдем. Вот она. Посмотри на нее. В молодости была красивой. Она богатая, папа? Ты что, больная? За эту палату такие деньги отваливают. Целый год можно прожить. Ну так, масса, да не чекарты развала. Кто вы? Мы ваши ангелы. Пришли, чтобы вас осчастливить. Как это? Ты проведешь последние дни лежа? В кровати, да? Покинешь этот мир, как арбуз? Валяйся? Выйди на улицу, живи. Лови момент. Я больна. Что же я могу поделать? Нет даже сил выйти отсюда. А мы это уладим. Найдем коляску. На парковке есть машина. Отвезем, куда пожелаете. Не так ли, папа? Вы даже не думаете об этом. Молодец. Молодец, чертенок. Но что скажешь, София? Готова провести последние дни жизни, весело и отжигая. Да. Но кто вы? Я так и не поняла. София. Я ангел на этом свете, который может тебя понять. Я недавно потерял жену. И в последние ее дни мы сделали много хорошего. И с тобой можем сделать. Я буду вспоминать ее. А ты живи. Наслаждайся. Какой хороший человек, не так ли? Значит, вы потеряли жену. А вы ее сильно любили. А как же? Она была моим ангелом. Именно, была ангелом. Вот как. Я тоже рано потеряла мужа. Не выйдя замуж снова, я покину этот мир, наверное. Не говорите так. Не говорите. Моя жена тоже так говорила. Что покинет мир незамужней. А я сделал ей предложение. Молнии понеслись в ЗАГС, поженились. Провели хорошее время. Давай поженимся и с тобой, а? Не знаю. Как же это будет, а? Прекрасно, замечательно. Один раз все-таки живем, а? И не стоит об этом думать. Я уже за вас рада. Только скажи «да» и пойдем в ЗАГС сразу же. Вы будете очень счастливы. Очень. Будем очень счастливы. Прекрасные дни. Будем танцевать, петь песни. Конечно, кататься на машине. А потом поедем к тебе домой. У нее, наверное, вилла. Дай пять. Это от счастья. Софи? Софие? Тетя Софие? Папа? Сердце становилось. Бежим, 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 отсюда уходим. Ушла даже не пожив. Бежим, бежим. Папа! Бежим, бежим. Беги, беги. Отлично. Подождите меня в столовой. Я напишу контрольную и вернусь. Сестра, ради бога, не сдавай пустой лист. Дерин, я же пришла все-таки. Кстати, ручка есть? Тоже мне студентка. Привет. Привет. Будь с ними искренним, чтобы они овладели тобой, но не приходили границ. Не позволяй им сесть тебе на голову. Хорошо, учитель. Ну, вперед. Ты не научишься плавать, пока не преодолеешь воду. Количество студентов увеличилось. Вы же обещали, что будет контрольная вода и явились. Рахмет, раздай листки. Конечно, учитель. Учитель. Вы не познакомили нас? Кто это? Рахмет, мой новый ассистент. Будет заниматься вашими мелкими проблемами. Я теперь занятия пропускать не стану. Как обнаглеили, а? Когда закончится все, собери листы и принеси ко мне в кабинет, Рахмет. Конечно, учитель. Первые полчаса никто не выходит. Хорошо, учитель. Учитель, листов не хватает? Сейчас принесу. Еще чего? Это жизнь. Так и есть. Итак, друзья. Решим все тихо и мирно. Приступайте. Как сладко говоришь. Когда буду проверять, сладким я уже не буду. Госпожа Денис, ответы не на лбу. Смотрите в тетрадь. Сложные вопросы, учитель. Я учусь на психолога. Думала, будут простые вопросы. Пронесет? Оставить на второй год. Ну что ж, придется смириться с последствиями, вот и все. А может, после контрольной посмотрим ваши работы? С вами будем проверять? Ну да. Можете со мной. Но для начала нужно что-нибудь написать. Тогда буду писать. Вы куда это, госпожа Денис? Тебе-то что? Ты разговариваешь не с другом. Следи за языком. Первые полчаса никто никуда не выходит. Присаживайся. Тогда останови. Учитель, не связывайся с ней. Денис сильно бьет. Однажды на вечеринке такому уже вломило. Я знаю. Пиши, пиши. Что за невоспитанность, а? Думаю, что вы исправились, а начинаете снова. Я тебе говорю, мы не виноваты. Почему ты не понимаешь? Они сами начали. Ударили наших друзей. Что поделать? Ну вы же попу земли, да? Все события вокруг вас происходят, не так ли? И что делать с вашей учебой, а? Я пойду в лагерь. Нет тебе лагеря. Ох, сестра. Ну что, нельзя было после ЗАГСа умереть, а? Ни с того, ни с сего умерла. Я тоже не понял. Ну конечно, увидела такого красавца. Поняла, что ей повезло, и сердце не выдержало. В следующий раз будь осторожнее. А они больные все-таки. Им сложно все воспринимать. Буду начинать медленно. Постепенно приступать. Нужно беречь людей. Папа, завтра пойдем в другую богатую больницу. В этой нас уже знают. Правда, я знаю другое место. Если не выйдет, пойдем в центр здоровья. Папа, это не машина сестры Мелек? Теперь моя. Аллах, Аллах. Что? Это не своим трудом досталось. Наследство. Мелек оставила мне ее. На память. Понятно. Хорошо. Пойдем в машину. Так, в чем дело? Вы еще наказаны, понятно? Так, а за что? Их отстранили от школы на неделю. Вот как. Хорошая школа. У вас ужасная судьба. Везет со школой, но не везет с сестрой. Давай, сынок, я умираю с голода. Поехали. Ха-да. Барыш. Фелис. Ты решил с банком? Нет. Время кредита не продлевают. Нихаль открыла дело на разделение имущества, которое принадлежит моему отцу. Началось расследование обо мне по поводу судимости. Старается насолить. Как ты понимаешь, пока не докажут мою невиновность, я не могу воспользоваться деньгами. Ну и ладно, не переживай. Как-нибудь решим. Как не переживать, а? Она устраивает проблемы. Уже начала мать ее. Ну и пусть устраивает. Пусть возится с ними. Что поделать? Все решим. Пойдем, приготовлю покушать. Я все улажу, не переживай, ладно? Я сдержу свое слово. Как-нибудь все улажу, ладно? Ладно, не переживай. Все решим. Стоим посредине улицы. Это не место обсуждать. Пытаясь поднять ателье, я найду деньги. Я решу, не переживай, просто все. Друг на друга навалилось. Еще и дети такое устроили. А что? Что говорят в школе? Что говорят? Остранили на неделю. Ну вот, отлично. Пойдем, решим проблему. Повлияем на них, не переживай. Иди ко мне. Кстати, знаешь, что меня осчастливит? Что заставит меня улыбаться? Найди Рахмета, прошу тебя, приведи его. Я прошу тебя, барыш. Сядем вместе за стол. Мне не по себе от того, что он не с нами. Хорошо? Если даже нужно гнать его палкой, я приведу его. Хорошо? Хорошо? Давай, я приведу его, не переживай. Тетушка, я ищу свою жену. Живет где-то здесь Чичек Дурмас. Ты про девушку говоришь, которая живет в Сфилис? Их дом за тем ручьем. Спасибо. Пусть Аллах будет доволен вами.